апрель 14 года два события больше связанных с американским континентом во первых штате колорадо национальной гвардии атаковала палаточный лагерь бастующих шахтеров и 19 человек погибло это 20 апреля 14 года ну то есть вот какие-то аналоги ленских расстрелов конечно были в америке но явно масштабы меньше потому что у нас там 200 человек скорее всего больше расстреляли еще к сотне было раненых тут в общем 19 человек но все равно конечно это все плохо в ответ на вот эту атаку палаточного лагера шахтеры там вооружились атаковали несколько шахт вступили в перестрелки с нацгвардией до этого 13 месяцев продолжалась эта стачка шахтеров колорадо которые вели борьбу против компании рокфеллер в данном случае в общем ситуация с рабочими была тяжелая вообще повсеместно но это не значит что и решать не надо было ее решали и в америке и в европе и и должны были решать и в россии у нас ключевое событие в мексиканской революции произошло вот американских войск веракрус значит сша было нейтральным как я уже говорил но не признавала правительство уэрты и считала что нужно провести президентские выборы но уэрта президентские выборы сорвал кроме того уэрта постоянно грозил что он будет нефтяные монополии американские национализировать ситуация гражданской войны она вообще мешала американскому бизнесу и уэрта в условиях когда у него политический конфликт сша начал ориентироваться на германию на европу что тоже все америке америку не устраивало помимо этого феврале 14 года какого-то британского гражданина не какого-то уильяма бентона обидел генерала франциска вилья повстанческий и в общем в процессе разборок между ними он его также и убил и соответственно англия попросила сша тоже принять какие-то меры сша что-то там потребовал этих повстанцев они послали сша далеко поскольку они были повстанцы и отморозки им было все равно вот ну в общем как тут как бы инцидент с повстанцами они с правительством уэрты но он в целом тоже нагнетал ситуацию что сша должно вмешаться этот бардак миссиканский прекратить там пико это два порта там пико и иракрус два основных порта на атлантическом океане они были блокированы на самом деле на ант33 флотом сша в мексике флота почти не было и как раз в это время из трех кораблей один восстал и весь мексиканский флот с этим разбирался на другой стороне мексики ну вот а значит тут вообще все было голым это побережь и возможно кстати да даже восстание на флоте мексиканском устроили американцы потому что готовили интервенцию чтобы общения кораблей точно не было вот там никаких кораблей не было но они блокировали потому что если в мексике начнут убивать а массовое иностранных граждан, вот эти корабли стояли якобы для того, чтобы эвакуировать иностранцев, но на самом деле они как бы следили, чтобы совсем все в Мексике не выходило за границы, и в апреле они уже решили, что уже выходят с границы. 9 апреля каких-то моряков с крейсера Дельфина американских арестовали, потому что в это время город Тампика находился под осадой повстанцев, там были фронтовые всякие зоны стратегически, куда-никуда нельзя было ходить, а эти моряки куда-то сунулись не в ту зону, их там мексиканцы арестовали, потом выяснили, что они американцы и отпустили, но Америка решила раздуть это дело, она потребовала письменных извинений и потребовала, чтобы мексиканцы дали салют перед флагом США из 21 орудийного залпа. Почему-то именно последнее требование дискутировалось, хотя оно никаких не повлекло бы финансовых последствий, но мексиканцы отказывались дать эти 21 орудийный залп. Они предлагали, что чтобы, допустим, США тоже, значит, сделали залпы перед американским, перед мексиканским флагом и так далее. То есть Уэрта боялся, что если он прогнется перед Гринго, то там больше на сторону повстанцев перейдет, потому что для мексиканцев это было непрестижно перед Гринго, перед этими США прогибаться. Ну, в общем, это формальный повод. Пока они разбирались по поводу этого флага, вечером 20 апреля правительство США получило известие о том, что в Веракрос подходит немецкое судно с грузом всяких боеприпасов и винтовок для Уэрты. США выступало за блокаду Уэрты, считало, что ему не надо поставлять никакого оружия, потому что он диктатор и президентские выборы сорвал. И они долго обсуждали. То есть сначала они решили, что они нападут на немецкий корабль. Потом они решили, что это уже типа чересчур, поскольку пиратство будет. А можно напасть на Мексику. То есть на Германию нельзя, а на Мексику можно. В Мексике все равно бардак. И поэтому, значит, когда они выгрузили, значит, они не выгрузили, они захватили сразу таможню. То есть они десант 21 апреля, 1200 матросов туда бросили, сразу захватили таможню и отправили линкор на перехват вот этого германского судна, которое шло с оружием. Мексиканцы, поскольку у них бардак, даже не могли решить, будут ли они оборонять Веракрус. То есть, допустим, военный министр считал, что нужно вывезти войска. Гарнизон считал, что раз они храбрые мексиканцы, они должны повоевать. Ну, в общем, они повоевали, а потом и вывели. И то, и другое осуществили. В результате они потеряли кучу человек, мексиканцы, героически погибших. А американцы все равно заняли город, десантировали 3000 человек, а там гарнизон был мексиканский всего 600 человек. То есть, они не могли оборонять на самом деле город, мексиканцы. Потеряли они убитыми 120 человек в этих перестрелках 21-22 апреля. А США потерялось 17 человек убитыми 63 раненым, поскольку явно было превосходство сил на стороне американцев. Все это сопротивление было бессмысленным и глупым. Но вот там есть такой герой Хосе Асуэта, мексиканский, который, значит, героически воевал в Веракрусе с Гринго. И теперь он у них местный такой, этот самый, местная Зоя Космодемьянская. Пока вот эта вся драка шла, германский корабль сообразил, что туда не надо соваться, и выгрузил оружие в другой гавани, но считается, что тем самым задержали поставки все равно оружия, что помогло объективно повстанцам. После того, как американцы вели войска в Веракрус, Оэртон начал демагогию, что вот, давайте объединимся, на нас напали страшные гринго, давайте прекратим гражданскую войну. Не захотели повстанцы объединяться, но они начали между собой спорить. То есть, Каранца, который был формальный лидер, мало что контролировал, он требовал, чтобы американцы вышли и не вмешивались в гражданскую войну, типа они и так победят это в Оэрту. Генерал Альваро Абрегон предлагал Соединенным Штатам войну объявить, в то же время Вилья, который, собственно, из Америки и пришел, и по всей видимости был американским, да, сотрудничал с американцами, по всей видимости, он считал, что хорошо, Веракрус крупнейший порт, пусть он будет у американцев, это Уэрти срывает поставки оружия, это лишает его таможенных сборов, то есть, в общем, ну и ладно, короче, то есть, нам сейчас это помогает, такая у него позиция была. Ну, они, Америка перекинула туда 8 тысяч человек, но решила не соваться вглубь Мексики, потому что там все плохо, там будут злые партизаны, там все ненавидят американцев, они решили просто хорошо вот этот город оккупировать, укрепить и держать, но город этот был важен, это был крупнейший порт, это все равно, что если бы у нас, допустим, заняли Санкт-Петербург и дальше бы не двигались, то есть, просто туда загрузили войск побольше и держали его, и переговоры вели на этой основе, вот примерно так американцы вели, крупнейший порт заняли. Ну, понятно, что латиноамериканские страны осуждали там, все такое, что-то, что за фигня, почему Америка оккупировала, в Канаде провели потом конференцию, это уже май, и на конференции США выдвигало политические требования, передача власти повстанцам, причем, сами повстанцы говорили, что не надо, мы сами и так ее возьмем. Ну, и в общем, как раз эти события, они радикально повлияли на поражение Викториана ОРТ в войне, то есть, несмотря на все вот эти предлоги, про все эти салюты американских флагов поставки Германии оружия и так далее, реальный эффект от этого будет такой, что правительство Викториана ОРТ в Мексике скоро падет.